итак друзья всем приветик решил немножечко сравнить три наших не убивашки я думаю всем знаком последний 8000 потом 7000 и 6000 ну на самом деле 8000 про 7000 без про 6000 без про если экраны очистить то они конечно у всех смотрятся одинаково но с пальцами само собой все заляпываются сейчас я немножечко покажу их с разных сторон чтобы вы поняли хоть примерно вот перепад высот на глазок сейчас я вам покажу их габариты тоже как бы на глазок берем линейку ну и как бы вот выравниваем сверху в линию и вот что мы наблюдаем снизу тоже вот как по цифркам идут так и увеличиваются ладно если быть более детализированным нет более точно пойдем по деталям ширина 6000 в миллиметрах устаканился аккуратно снимаем ну я думаю все видят то есть 81 и ну почти половина берем 7000 но тут на самом деле все хитро у него посередине талия замерю сначала по талии 78 и 78 и 30 с чем-то теперь не по талии его этим накладочкам декоративным совмещенным с кнопками на между кнопками получаем же 78 с мелочью все же почти 80 откладываем теперь берем 8000 про так уж выводим чтобы найти его настоящую ширину получаем 79 и примерно 79 5 почти то есть шириной ну не сильно друг от друга что скажем так теперь по поводу длины с камерой теперь ставлю извините техническая задержка идите пробую замерить шинцы набывая 6000 и на выпуклые места натягивается показывает 150 и 152 и 2 по моему на узком месте поскольку у него там талия есть ну примерно 150 блин как бы лучше не отбрызгивал я думаю видно ладно а теперь маленькая проблемка на b8000 на узкое место я еще натянуть могу то есть в 152 с половиной вот это зауженная часть укладывается а вот на основное место я уже его натянуть не могу шоцэ у меня со стопорами если стопора снять конечно смогу а ну да давайте спокойной ночи спокойной ночи давайте для точности уже стопора сниму мало ли кому это интересно насколько все таки не разнятся главное стопор не потерять потом на место прикрутить так занят так вот растянули аккуратно снял 154 и 6 154 и 6 максимальная длина этого а вот максимальная длина для честности максимальная длина последнего так сейчас середину найду аккуратно снимаю ой 156 и ну грубо 2 то есть так же по линейке идет ладно стопора я потом себе прикручу на шоцэшке следующая часть парлизонского балета сколько эта троица у нас весит если опять же кому-то это интересно все вместе твою же блин почти 1,830 грамм но это на самом деле никому не интересно берем опять же в том же порядке 6,260 грамм кухонные весы напоминаю не супер точные 7000 226 грамм ну и восьмитысячный про 243 грамма то есть ребята стараются все таки делать аппараты полегче ну в этом как бы еще карта памяти 2,7 карты значит 240 грамм наверное ну что молодцы все очень даже приятненько ну и последнее что я бы хотел показать в этом видео из цифр это результаты антуту потому что антуту я не хочу запускать это долго мне тоже надоело выглядит примерно одинаково а цифры нам это и так скажут блин так раскрываем вот ну и результат восьмитысячного тоже на экране ну я думаю тут уже понятно почему я их так случайно даже ну в общем-то заслуженно выставил линеечку то есть какой больше что делает тут все видно так как у нас тут раскрывается а вот странно ну ладно так 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 вот в принципе те же самые графы есть почему так раскрывается по странному ну не знаю так что кому это было интересно вот потом максимальная яркость у этого и так максималка у этого добавим до максималки ну вот на мой взгляд вот этот все-таки всех ярче второй этот третий этот напоминаю это не про про тусклея это именно семитысячный чем он мне понравился почему я его задержал не мучил бедного так что еще квадрант ну вот квадрант я наверное запущу могу сказать одно что если много сильно не напрягать то они все по сути одинаково работают по скорости так что если вам не важна камера все-таки семитысячная на мой взгляд самое милое дело но вот если вам нужна камера как мне то придется брать посерьезнее и эти блин ну ладно ошибка потому что я только что из него вышел я только что тестировал что-то он не захотел один поверх другого запускать результаты я думаю опять же вы видите лишний свет нет не он вот ну вот результаты квадранта ну вот этот всех рвет получается ну что принципе чего и следовало ожидать то есть новинка она на более хорошем процессоре хоть и не 25 никакой не там обещали а 20 но частота 2 и 4 ядра разнообразные два разных массива по 4 ядра по поводу работы вот раз 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 например youtube 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 так обновить 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 канал 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 то есть я думаю вы видите что разницы никакой то есть если множеством задач их не озадачивать то этот не хуже работает например послед послед последний задумались все на одном и том же месте и ведь и ведь как говорится и зачем брать дороже так опять смотрите будем и раз два три здесь не попал что камера 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 фронталка фронталка я на фронталка вот на глаз здесь даже лучше камера вот честное слово смотрите здесь здесь и здесь по моему дебилу видно что вот эта камера намного хуже вот я свое лицо даже покажу частично здесь здесь и здесь так что пока мое мнение такое если ребята камеру не допилят я делал бы ставки на 7000 если камеру допилят все вопросы снимаются так что по поводу кнопок кнопки у всех троих снизу светятся как бы это продемонстрировать они как короче поверьте на слово у всех троих кнопки светится но после привычки с 6000 на 7000 перейти было просто кнопка работает даже вот так то есть когда у меня палец почти у домика все равно это считается кнопка назад но у 7000 и 6000 она привычная четко где она есть а вот у 7000 многие на это ругаются сюда нажимают ничего не происходит потому что у меня извините нарисовано где в углу нажимаем на угол кнопка срабатывает так что кто то говорит глюк кнопки назад глюк кнопки на нормальная кнопка все на месте нарисовано где там она и работает у меня лично ни одного сбоя нет когда я нажимаю именно на нее когда автоматически рукой не глядя нажимаю да я попадаю тоже сюда тоже ничего нет но кнопка она здесь поэтому проблем с этим не возникает так давайте что то еще дадим например браузеру задачу открыть мой сайт вот хром 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 у нас считается одним из самых тяжелых браузеров так что на нем можно как раз это смотреть так кстати надо все вкладки закрыть лишние для полноты эксперимента так и тут ну теперь попробую опять же успеть но не успею так не успею нажать одну и ту же ссылку три раза разом ну то есть видите что этот справился примерно так же и сейчас они все до конца линии добьют примерно в одно и то же время так что меня извините но если кому то процессор не столь важен по моему 7000 это самый хороший выбор не про просто 7000 батарейка там держит намного лучше если вам наплевать на датчик приближения и вам нужна мощь 6000 самое то если вам нужен охрененно быстрый процессор вам наплевать что стекло не так утоплено то тогда берем 8000 ну и последнее перед выключением камеры смотрим у кого как утоплено стекло для этого кстати экран надо погасить виднее будет вот 7000 зазорчик с волосиночку там миллиметром не пахнет максимум полмиллиметра 6000 но в нечестных условиях у него стоит стекло защитное именно стекло не пленка у него все равно осталось немножечко больше чем у 7000 ну ладно будем считать что примерно то же самое но минус стекло 0,3 миллиметра получаем что у нас здесь больше у нас существенно вот теперь 8000 если кто то говорил что у него там большое зазорище извините но зазором то практически нет то есть он меньше чем у 7000 так что опять лидер вот этот второй не вот этот второй третий уже этот напоминаю пленки одеты у двоих у третьего стекло так что еще можно сравнить ну кто сзади выглядит красивее но тут уж кому как кто больше подается моддингу 6000 конечно то есть у него изначально есть куда крепить ремешок ну и то есть он уже самодостаточен к восьмитысячному я прикрутил в то место где у меня был отсутствующий не не так раздраконенная дырка под шурупчик была туда я вкрутил более крупный шуруп о это что это кто нормально это я его что зажал что то так это я проверю нет или я кнопку подержал а вот черт его знает господа первая перезагрузка вот еще доказательства что прошивка сыровата ладно то есть позаду вот честно вот на мой взгляд вот этот немножко красивее немножко но красивее зато здесь симки сбоку в лотке тут две симки и карты памяти отдельно тут две симки и карты памяти отдельно тут разбирается двумя шурупами тут четырьмя но зато крестовые 23 часа и более 12 минут доверия по моему голову им свернуть будет сложнее так у кого из них сзади микрофон есть но вот этого под вопросом вроде он есть но что то я пока не заметил чтобы он работал вспышка сзади есть у всех динамик 1 2 3 грубо говоря одно и то же у кого как микрофон расположен у этого микрофон на передней панели то есть вы говорите аккурат в него мне это нравится у этого микрофон снизу но микрофон очень чуткий то есть уравнивает у этого микрофон тоже снизу Чуткость так себе Тут он немножко проигрывает Динамики защищен железом Защищен железом За резиновой вставкой сзади Спорно, что лучше На мой взгляд, даже это лучше Датчик приближения Отличный Еще лучше хромает Кнопки светятся все, я уже сказал Заглушки можно потерять Заглушки можно потерять Заглушек нет, но черт его знает, лучше это или нет Так Гнезда Под заглушкой, под заглушкой Нет, 3.5 стерео 3.5 стерео, 3.5 стерео Но 4-х пиновые и все утопленные То есть по сути одна фигня Снизу Ну, в принципе, что повторять Micro USB Type-C USB Type-C То есть эти два выигрывают Потому что micro USB уже устаревает И на нем есть погрешности Это уже, как говорится, большая тема для отдельного видео Что еще сказать? Что еще сказать? Да, наверное, уже нечего Про камеры я говорил По камерам лидер этот Пока на втором месте вот этот На третьем этот Но надеемся, что это всех обойдет Я думаю, все Что там еще сравнивать? Больше, по-моему, сравнивать их не о чем Если какие вопросы есть Пишите под видео Напоминаю, я человек гибкий Подстраиваюсь легко Либо отвечу текстом Если это коротенько можно сделать Либо Сделаю отдельное видео На этом, опять же, раскланиваюсь Всем пока С вами был админ сайта Золотуха.ру С его бронированной троицей Который, я вот не знаю Как некоторые говорят Можно экран разбить Ну, ладно Бывает всякое Всем пока Удачи, до связи Надеюсь на подписку И если будет много подписчиков У меня будет больше гаджетов Напоминаю Соответственно Если у вас есть возможность Притащить еще друзей Тащим Чем больше у меня подписчиков Тем больше высылают Последний раз Вот На радостях Мои друзья с фирмой Dessun Выслали еще два устройства Посмотрим Потестируем Расскажем Если вам понравится Вы подпишетесь И я получу еще устройства И вы еще снова о них узнаете Ну, взаимовыгодное сотрудничество Третий раз прощаюсь Всем пока Удачи, до связи Надеюсь на подписку